Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему вниманию тема Марты Жизнь на новой земле. Мелодия души. Отец-Абсолют читает Лура. Здравствуйте дорогие мои любимые дети! Итак давайте продолжим разговор об энергетической составляющей человека пятого измерения. Как уже говорилось в моем предыдущем послании, его энергетическая палитра весьма богата, несмотря на то, что он существует уже в однополярном мире. Каким же образом достигается такое разнообразие в эсковибрационном пространстве пятого измерения? Для лучшего понимания давайте сравним человека с музыкальным инструментом. Вы можете представлять себе любой, тот, который вам больше всего нравится. Портепиано, скрипка, гитара, саксофон, все что угодно, даже барабан. Почему именно с музыкальным инструментом? Потому что из него можно извлечь семь нот. Так же, как человек оперирует семью чакрами. Каждая нота, как и чакра, имеет свою особенность. И звучит по-разному, в зависимости от того, кто играет на этом инструменте. И в каком расположении духа он находится. Из сочетания различных нот возникает музыка. А из различного звучания чакр человека, его эмоциональное состояние. Но в однополярном мире, где отсутствуют энергии низких вибраций, чакровая система человека переходит уже на другой уровень существования. Его нижние чакры, вибрационно подтягиваясь к верхним, начинают звучать уже по-другому. Так, первая чакра полностью сонастроена с вибрациями Земли. Освобождается от своей обязанности отвечать за физическое выживание. Что на протяжении многих веков человека в трехмерном мире являлась ее основной функцией. И теперь является своеобразной энергетической пуповиной, соединяющей человека с планетой, на которой он обитает. Вторая чакра, которая раньше отвечала за сексуальное влечение, теперь призвана пробуждать в мужчине мужественность, а в женщине женственность, в их божественном проявлении, то есть не просто вернуть людям их истинные природные качества, но и максимально их развить. Третья чакра. Ответственная за самоутверждение, которая в трехмерном мире была задавлена, низковибрационными энергиями гордыни, власти, контроля, в пятом измерении преображается. Теперь она излучает энергии самоуважения и самореализации, тем самым высвечивая яркую индивидуальность человека, его самобытность и присущие ему таланты. Четвертая чакра. Человека излучает вовне всю его душевную теплоту и любовь ко всему сущему на земле, не разделяя окружающих на своих и чужих далеких близких, поскольку энергия единства является на земле пятого измерения, тем фоном, на который ложатся все остальные чувства и эмоции человека. Пятая чакра. Нового человека буквально расцветает и становится главным инструментом его творчества и самовыражения, сонастраиваясь с первыми четырьмя чакрами, которые помогают ей раскрыться еще полнее и ярче. Шестая чакра. Отвечает за телепатические способности человека, которые в реалиях пятого измерения становятся главным способом общения между людьми. И, наконец, седьмая чакра и шишковидная железа создают мостик, который соединяет вас с мирами более высоких измерений и со Вселенским банком данных. А теперь представьте себе, что все семь обновленных чакр человека, взаимодействуя друг с другом, создают различные вибрационные мелодии, которые подобно музыкальным произведениям звучат в разных тональностях, в зависимости от душевного настроя человека. Порой мирного, порой мажорного, но они всегда прекрасны, поскольку несут в себе высокие вибрации любви. Но, так как энергия не статична, эти мелодии постоянно меняют свою окраску, энергетически переливаясь всеми цветами и оттенками. Так создается музыка сфер, которая вбирает в себя божественные мелодии чистых и светлых душ, обитающих в мирах высоких вибраций. Именно поэтому я и сравнил человека пятого измерения с прекрасным музыкальным инструментом, способным извлекать из своей души чудесные божественные мелодии. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта, вы прослушали тему «Мелодия души». контракт «Мелодия души» Звучит